Здравствуйте! В эфире программа «Большие перемены» и меня зовут Арина Щербатых. В 2023 году в год педагога и наставника проходило огромное количество мероприятий для школьников и учителей. Конечно, наша программа не оставалась в стороне и мы принимали активное участие в освещении всех событий образовательной сферы Ставрополья. Сегодня мы подводим итоги с гостем студии, с начальником отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Министерства образования Ставропольского края, с Евгением Живолуповым. Евгений Анатольевич, спасибо, что вы к нам сегодня пришли, мы вас очень ждали и хотели бы поговорить на тему мероприятий для педагогов и школьников. Насколько мы знаем и видим, что год педагога и наставника был очень насыщенным, очень ярким на события и за год было проведено огромное количество мероприятий, как городского, так краевого и всероссийского уровней. Расскажите, какие были мероприятия проведены и самое главное, в чем их ценность? Мы ярко начали этот год, если вы помните, в образовательном центре Машу в городе Пятигорске, Владимир Владимирович Путин, наш президент, торжественно открыл год педагога и наставника. И с этого момента в крае произошло много положительных изменений именно в этом направлении, в повышении статуса наших педагогов. Мы очень много поработали над тем, чтобы педагогический труд, учительский труд стал более уважаемым, его больше ценили в сообществе родителей, в профессиональном сообществе в том числе. И чтобы все поняли, что труд учителя – это не просто работа, не просто образовательная услуга, а именно определенная миссия, которую каждый учитель выполняет, работая с детьми, обучая их и воспитывая. За этот год у нас состоялась встреча наших педагогов с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Это тоже было такое знаковое событие. Оно уже состоялось после того, как президент открыл год педагога и наставника. На этом мероприятии состоялся довольно откровенный разговор самого главного министра образования в нашей стране с педагогами, где они обменялись мнениями на различные темы, довольно интересные. Ну и, конечно же, наши педагоги были награждены государственными и ведомственными наградами. Всего за этот год состоялось более 150 мероприятий краевого и всероссийского уровня. В крае был образован организационный комитет по проведению года педагога-наставника. К этой работе подключилось не только министерство образования. Мы постарались включить в эту работу другие министерства, потому что у всех исполнительных органов в крае, есть подведомственные организации, которые обучают будущих специалистов. Более 100 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, которые были запланированы. Кроме того, в наших муниципалитетах были приняты аналогичные планы. В проведении года педагога-наставника была тоже масса ярких мероприятий, которые как раз были связаны с педагогическими работниками в муниципальных образовательных организациях. Их было порядка 700. Поэтому я думаю, что никто в этот год не остался равнодушен к учителю, к педагогу, к его труду, к труду в том числе и руководящих работников системы образования, потому что они, по сути дела, являются наставниками. Здорово, что такая колоссальная работа проделана. Я думаю, что педагогам это действительно очень важно и очень помогло в их профессии. Вернемся к конкурсам. Был проведен всероссийский конкурс «Учитель года». Я думаю, что это наиболее, один из самых важных конкурсов для педагогов. Расскажите, как этот конкурс может помочь молодым специалистам в их миссии, в их призвании? Этот конкурс состоит из трех номинаций. Первая номинация – это «Учитель года». Это уже номинация для опытных педагогов, которые уже в своей профессиональной деятельности чего-то добились и хотят это продемонстрировать. А есть еще две номинации. На мой взгляд, самое интересное – это «Шаг в профессию». Это номинации для будущих педагогов, которые являются студентами последних курсов педагогических направлений подготовки. И средняя номинация – это те, кто только пришел в профессию и имеет стаж до трех лет педагогической деятельности. Любой конкурс – это, естественно, стресс. Любой конкурс – это напряжение абсолютно всех человеческих и нечеловеческих сил. Это всегда желание узнать что-то новое в процессе подготовки к конкурсу. То есть конкурс так или иначе способствует повышению профессионального мастерства, способствует преодолению своих каких-то страхов, способствует выходу на новый уровень профессиональной деятельности. Поэтому у наших молодых педагогов, у наших молодых специалистов и у будущих студентов есть прекрасная возможность испытать себя, понять, ту ли профессию они выбрали, а все абсолютно подтверждают свой выбор в ходе этих конкурсов. Ну и студентам, которые планируют стать учителями, этот конкурс, конечно, дает новый виток в их развитии, и они еще более укрепляются в своем выборе, приходят в школу более подготовленными именно в практической плоскости. Здорово! И тем более, мне кажется, с каждым годом все больше и больше педагогов участвуют в конкурсе, им это действительно нравится, и этот конкурс уже дает свои плоды. А про молодых специалистов поговорили. Расскажите о дошкольном образовании. Проводятся ли конкурсы для воспитателей? Конкурс «Воспитатель года» по структуре очень похож как раз на конкурс «Учитель года». В этом году, в этом конкурсе приняло участие еще больше человек, порядка 54 человек приняло участие в двух номинациях. Там нет номинаций для студентов, но есть номинация для опытных воспитателей, и есть номинация для воспитателей, только начинающих свою работу с малышами. Победитель, который выходит на всероссийский уровень, он, к сожалению, только один, но таковы условия всероссийского конкурса. Но на уровне края несколько победителей, несколько призеров, каждый из которых получает довольно солидную премию. Точно так же, как и в конкурсе «Учитель года». Первое место «Учитель года» 500 тысяч рублей, первое место «Воспитатель года» тоже 500 тысяч рублей. Призовой фонд состоит из средств, которые оплачивает правительство Ставропольского края. Кроме того, существует еще и премия Думы Ставропольского края. Она касается двух конкурсов, и она тоже довольно солидная. Поэтому у всех победителей, призеров наших профессиональных конкурсов есть возможность еще какие-то свои желания после этого осуществить. После того, как они не только себя профессионально победят в профессиональном плане, но еще и могут что-то сделать для себя в материальном плане тоже. Действительно, возможности, правда, хорошие и для педагогов, и для воспитателей. А что можно сказать про мероприятия для школьников и студентов? Какие были проведены мероприятия, в чем их цели, и как они реализовались? Ну, если говорить о общих мероприятиях года педагога и наставника, как я уже сказал, в мероприятиях приняли участие не только педагоги, но это еще была и родительская общественность, в мероприятиях принимали участие, и руководители края, и, конечно же, наши школьники и студенты, потому что общая цель года педагога и наставника, которая обозначена, это воспитать чувство благодарности к своим педагогам. Поэтому одно из основных мероприятий было участие в акции «Скажи спасибо своему учителю». То есть через электронный портал можно было направить открытку любому педагогу, указав себя на этой открытке, написав добрые слова. И в данной акции у нас приняло участие порядка 30 тысяч школьников и студентов. Кроме того, педагогический диктант для наших будущих педагогов, педагогов, которые обучаются в колледжах, в педагогическом колледже и в педагогических институтах, а также в федеральных университетах, имеющих педагогические направления подготовки. Поэтому я считаю, что в этот год охват, ну скажем так, всех сфер профессиональной жизни, он у нас был абсолютно максимальным. Мы уделили внимание как нашим педагогам, так и тем, кого они обучают. Действительно, программа в год педагога и наставника очень насыщенная была. Но это в этом году. А что можете сказать про следующий год? Уже, может быть, есть планы на следующий учебный год? Ну, то, что год педагога и наставника завершается в 2023 году, не означает, что эта работа, конечно же, прекратится. Кстати, состоялось, скажем так, итоговое мероприятие, которое, ну скажем так, рубежное для данного года, года педагога и наставника 2023 года, в городе Пятигорске, в музее «Моя страна, моя история» собрались порядка 600 педагогических руководящих работников образовательных организаций Северо-Кавказского федерального округа, а это шесть наших республик, естественно, и плюс Ставропольский край, были руководители всех республиканских министерств, были награждаемые, были добрые слова. И самое главное, президентский фонд культурных инициатив предоставил нашим педагогам, педагогам Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края в том числе, возможность насладиться концертом Народной артистки Российской Федерации Ларисы Александровны Долиной. Ну вот, если продолжить мысль о том, что мы какой-то рубеж определили для себя, я думаю, что этот рубеж, он подводит итог текущего года и на следующий год определяет уже какие-то основные стратегические направления, ну, к которым, на мой взгляд, в том числе, относятся продолжение программы «Большие перемены», которые, на мой взгляд, вот в такой простой доступной форме рассказывают о системе образования, о том, чем она живет и дышит, какие стратегические направления на сегодняшний день развиваются вот, и насколько я владею информацией, эта программа довольно популярна, ее смотрят, обсуждают, и я считаю, что вот хотелось бы, чтобы в следующем году эта работа продолжилась. Конечно же, нас ждет продолжение конкурса «Флагманы образования», который тоже впервые в этом году прошел в Ставропольском крае. Довольно интересный, необычный конкурс. Его основная цель – выявить наиболее, скажем так, компетентных педагогических и управнических работников. В отборочном турнире в Ставропольском крае приняло участие порядка 1700 человек. Это и студенты, это и педагоги, это и руководящие работники. Из них через платформу «Россия – страна возможностей» – это президентская платформа, я думаю, все знают об этом, 30 человек вышли в финал. Финал проходил здесь у нас, в городе Ставрополь, и из этих 30 человек, 3 человека вышли на всероссийский уровень. Вот этот конкурс уже завершился. Эти 3 человека попали в общефедеральный кадровый резерв системы образования. Здорово. Евгений Анатольевич, спасибо, что пришли, что поделились информацией, спасибо за теплые слова. Желаем вам успехов в новом году и поздравляем с наступающими, с наступающими, простите, праздниками. Спасибо. Желаю всем в новом году новых профессиональных успехов. А на этом все. Вы смотрели программу «Большие перемены». Оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!